ну заболе ну пойдем от обратно скажем по отделению нас 5 отделений детства вот детство на самое популярное по итогам прошлого года где-то около 45 субъектов воспользовались это самое популярное управление детская нейрофлюгия это врожденное аномалии заболевания системы гидроцефалии гидроцефалия особая проблема потому что дети маленькие и вот с очень маленькими детьми которые там только родились у нас были операции которые вот ребенок родился да и у создателей в первом же день его жизни делала здесь операции чтобы не потом когда-то когда он потеряет свой интеллект и способность видеть вот такая голова на той стадии когда уже были заболевание есть прогноз что будет вот приютет наш ученик то что наш угодитель он является российским лидером в лечении как раз детской патологии и в большей степени использовать уникальные технологии эндоскопические здесь 2 9 сосудистая но она особо актуальна скажем для пациентов которые недалеку от нас поживают от уральских реального по словам процентов 70 и 30 процентов другая часть россии как известно у нас какие самые большие проблемы в россии это летальность от конка заболевания инстинкции заболевания откуда берутся это стеноз сосудов за счет атеросклеротических бляшек это аневризма мальформации которые могут разорваться и в основном это молодые люди или танец крайне высокая и пока то аневризму не исключишь из-за общего кровотока эта проблема остается человек живет как бы сбомок голове и вот второй день занимать как раз операциями всех этих трех больших видов у нас проводится каратидная энтероптомия которую устанавливает установку препятствия для кровотока это практика ишемическим суть со всеми тупыми конечно справиться не сможем потому что есть инсульты которые связаны с огущением про и тогда и так далее мы можем взять только того чего которую выявлено причина будущего инсульта или происшествия которую можно повторить оперативным путем это понимает что мы не лечим инсульты как таковые мы можем их причины если они психологически они везли мальформации почему здесь у нас есть такая особенность для того чтобы аневризму информацию оперативным путем исключить из портопа то есть как бы вылечить условно говоря нужно очень дорогие расходные материалы очень очень дорогое и сложное оборудование и обычные больницы я думаю ближайшие там может 10-15-20 лет никогда не потянут оборудование расходного материала бывает расходный взял достигает полумиллиона и больше только на одну операцию и где чего-то взять врач здесь каждая операция обеспечена бюджетом и столько сколько надо ждет выделяет именно на эту картера конкретно именно на этого пациента поэтому наши не могут использовать и самовременно гормонисты временно высокую столько сколько нам для пациента они так что там чего-то не хватает в этом пациенте это судили 3 деле это вертебрология там основное направление это сложные стенозы осложненные грыжи все то что дает осложнение и поражение нервной системы на позвоночном уровне ну примерно добрая треть их работы это опухоли и спинного то есть все что на позвоночник вот это их работа здесь наиболее популярные конечно у нас пациенте суральске для нового из города тюмени потому что каждый свой ребенок как бы имеют и какую-то свою хирургию ну вот вот это дают столько тогда когда учреждение такая что она может освоить что она имеет оборудование то-то-то отводным дорогостоящую операцию очень сложно получить потому что надо специалист чтобы это умел делать и оборудование сотка было обычно были секретом потянет как бы третье деление но скажем так наиболее популярны потому что дегенеративные заболевания позвоночника они очень распространены от малых до великих грыжа сложно может быть возникнуть любого опухоли спинного мозга может быть и любого четвертое отделение она популярна опять даже как детская по всей россии объясню почему опухоли здесь очень большая проблема везде онкология и опять же опухоли поверхностные небольшие которые недалеко от поверхности человек располагается их относительно несложно оперировать и можно переживать и не в нашем учреждении а опухоли сложной локализации который глубоко находится которым обычный старт принесет подойдешь только удалишь но человек либо умрет либо останется имболином часть мозга вырезать вот технологии которые у нас используются они позволяют либо эндоскопическим либо микрохирургическим под контролем микроскопа нейрофизиологического мониторинга вот это вы все увидите опер в логе можете поспрашивать но позволяет с минимальной травматизации самого головного мозга какие чуть не не сдвигая вот так вот разрезая полушария а зайти через маленькое отверстие опухоль удалить и выйти и даже про свои непосредственно рвотика будет раз я чувствовал с реабилитологом я думаю как построить программу больного после операции думали паспажан как пишет в литературе часть мозга удалили у него опухоль да как бы до жизни мы спасли но он никогда не будет двигать и так далее так далее моя задача те ресурсы которые у мозга остались за какое-то время направить то чтобы это могло от частично остановиться а здесь я столкнулся с тем что выполняется операция и опухоль удалили саму поэтому не повредили здоровье и когда я хожу там и кто-то из левитого приходит смотреть пациента а у них симптоматики нету вот это вот самый перспективный самое важное направление то есть делать тогда функции мозга повреждать внимание или вообще сохраняем и так и так понятно что как бы можно по-разному подойти к этому вопрос что будет после этого с пациентом а как вы знаете есть еще третья проблема с федерацией реабилитации мало чё как надо его чтобы выходить вот это дело опытное дорогое и социально поэтому со всех сигнал присылать их сложным до которых добраться нужно большой опыт сложно обрубить технологии это отделение но скажем так самое современные инновационные просто космос это называется функциональная нейрохирургия тогда когда по сути мы прибираемся к тому что часть функции мозга начинает управляться чем-то извне первое это конечно нейростимуляция это самое современное направление нейрохирургии очень перспективно и эффективно тогда когда пациент имеет например хранический болевый синдром различных диалоги это может быть посттравматические боли это могут фантомные боли известно там ногу тиро боли еще есть как с ним справиться лекарственные препараты как и все имеют побольше действий а для того чтобы получился хороший эффект приходится лекарственных препаратов комбинировать и человек испытывая боль он получает лекарства взамен у него появляется хронический гепатит и так далее не сразу постепенно плюс это все влияет на его качество жизни энергетики как правило немножко нарушают сознание адекватности вот для того или ты выбираешь или связь с вами живешь сильной болью или ты не адекватно всем допускаешь лишь но у тебя боли нет не рассматриваться это просто решает ставится электрод который стимулирует некоторое дело спинного мозга и это боль в гости то есть им просто до мозга не дополит тем самым чем не нужно понимать такой дождь препараты или помните меня это не уменьшается это отделение делать операции при ну так и известно поток от неврологии тренировочного нерву тогда когда сильная лицевой боли полностью вот внешне мы смотрим чем у него руки есть ноги есть все функционирует но больностью поселения что у них болезнь он не может и боль такая что наркотическое медики мало помогает находится конфликт между этим нервом и сосудом если он находится то у наших нефти любит этот контеку устраняю и как бы маршруте ножны делают другой вставляя специальную подкладочку и этот сосуд который пульсирует там и бьет по нерву это пульсация уходит нерв соблюдается и люди не должны понимать и лекарственные препараты соответственно боль уходит качестве жизненного часа и так далее опять же скажу сколько раз были в различных субъектах востоке нашей страны где-то неврологом рассказано что есть возможность теперь пациентам снять лекарства снять инвалидность только друзья но они не знают что тех ноги достигнут уровня начать операции тоже пытались делать но не были нивилизирующим да были убрали на появился геми пары сейчас технологии разрешают делать и это возможно без осложнений но опять же мы не можем это просто 10 раз и до всех кто узнал тот счастливчик обратился приехал проверилась и пошел а кто не знает у него диагноз есть устроен до нас он про нас не знает мы ездим рассказываем там департамент министерства других организаций там опять же конференции но вся россия не может просто приехать по очереди получит это делаем так и делаем у нас каждый партнер будет еще еще и появляется субъект но дело в том что это все проходит через письму доктором а когда уезжает к себе не факт у ничего скажем не доставки собрать ситуации больше что оказание если помощи на бесплатной основе с нашей страны да просто филиал бюджет а на суды да получается конкуренция но но много и частных клиники не бизнес-план построен на том а часто клинику много на том что они должны оказать как можно больше стук по цене если например вы же приходит игровым грамм диро узнаешь скажем небольшой промежуток времени есть нет осложнения он может вести консервативно среди лекарственные препараты начать физию лечебных рук от вы тогда подбирать если проходит время времени он не видит эффекта он должен его обязательно если сразу какие-то осложнения не остались они просто большими он должен сразу показать но кто про доктор то проконтролирует а это он может направить физиотделение лиги 3 недели или больше пациент будет платить за его за массажей когда когда-то 50 человек каком-то субъектом условно-восточный это уже все клиника работает как бизнес-план у них реализована а если мы говорим что мы готовы все как правило и устанавливать причину значит что у них есть бизнес-план улучшить так получается у меня есть тебе не пробовали ролики уходы уже как 10 минут выступаете допустим картинками объясняйте как лечить